физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель сегодня мы в очередной раз с артёмкой большая рука будем общаться ну коротенькое видео артём готовится в очередной раз на арнольд и будет покорять вершины последний раз когда он выступал по моему занял четвертое место да как она нет сама не официально то есть это место не дают и тогда но но в принципе есть списка артём является признанным специалистом в этой спорте его даже приглашает уважаемый всеми нами канал железный рейтинг где он высказывает свои мнения рассказывает о том как он смотрит на то или иное событие в мире арма естественно в основном американского так как мы живем в америке напомню для тех кто не знает что артём уже неоднократный я даже не помню сколько чемпион многих штатов и человек разбирается в том как что нужно делать и если у вас будут какие-то вопросы по поводу того как и что нужно делать именно в подготовке арм спортсмена потому что сейчас этой информации я знаю не хватает вы можете посмотреть это на канале у артёма я оставлю ссылочку там очень много интересного можете писать вопросы по этим видео в комментариях и мы будем делать возможно специально для вас отдельные ролики а сейчас артём коротко расскажет о том как и что он делает именно для подготовки на армой классе так посмотри подготовка у нас сейчас уходит довольно интересная потому что мне написал новую программу мой тренер иванды прорезов заслуженный тренер россии по армористингу программа очень интересно потому что составляет себя составляет доставляет себя 6 тренировочных дней подряд что я в принципе никогда не делал я обычно тренируюсь через день и поэтому тренироваться каждый день сначала подумал на руки обращаешь на 6 тренировок подряд и все тренировки на руки да то есть там все тренировки тренировки наверх потому что по времени остается только два места до арнольда дошли где-то 8-9 тренировочных недель в итоге получается с отдыхом и так далее и так далее поэтому в каких-то базовых упражнений на ноги там каких-то более тяжелых нет все вверх тела поэтому поэтому как бы поэтому нету а программа тренинга секретная мы можем ее потом примеру снять программа очень секретная может потом что-то мы не расскажем на тренироваться надо мне будет приходится по какой-то причине в натуральную при этом это шесть дней и пока что я уже закончил первый цикл и чувство себя в принципе замечательное то есть я периодизация есть до тренироваться то есть это все знаешь что такое в армейсинге мало кто как бы армейсинг в принципе молодой и мало кто понимает как именно тренироваться поэтому все сразу кидаются мотивами занимаются как-то более начали я тебе больше скажу мало кто понимает когда ты не тренируешься нормально и у тебя не хватает питания не хватает спортпита не хватает сна химия это как-то субравнивает конечно это более знаю что ты и работаешь и учишься но и также знаешь фармейсинге то есть мало кто задумывается от периодизации куда процентовки весов и поэтому когда-то на химию и значит многие ищут какую-то пилюлю то есть я уже секретно упражнение секретно упражнение секретная программа я за себя точно понял уже потому что мы с вами готовимся я по его программе готовился много-много раз в различных турнирах и всегда если четко делаю программу я все занимаюсь у меня прогресс есть постоянно небольшие шажочки у меня присутствуют в этом наверно поэтому все говорят секрета нет в принципе секреты это грамотные тренировки а еще я обратил внимание я же вижу часто как ты тренируешься здесь у нас в зале ты не работаешь как многие скажем так известные амрестлеры скажем так не то что подкаса через примеру в общем ты не тешишь свое это огромными весами я никогда не видел что ты там усирался в подъемах на бинцепсе у тебя четкая грамотная техника я вижу как твое каждое движение под контрольно причем на каждом участке а ты как-то связано с тем что у тебя вот сейчас новая программа и всегда так и не ручь и да даже как-то мы давно работая с иваном александровичем мы всегда все у меня знаешь у меня свой собственная такой взгляд на и я как-то стараюсь больше делать чистые веса точнее чистое движение более такими маленькими весами то есть даже у меня мои стопроцентные веса и самые тяжелые они мне всегда должны стоять на то чтобы я должен выполнить на два-три раза то есть у меня нет какого-то одноразового движения которое там выполнил с моих поясницей на полу где-то хорошо скажи тогда нам такое на какое количество повторений минимально ты опускаешься работаешь там на одно два повторения минимально у меня все четыре четыре а максимально максимальная наверно 12 12-14 это мои первые подходы они самое большое и в тяжелые дни я иду до отказа сам самыми высокими весами которые могут но даже эти до отказа станут со мной за предельным весом они меня 6 раз и вот не понимают смысл отказа скажи что ты понимаешь под отказом когда ты доходишь до того момента что не можешь уже поднять сделать очередное повторение технически грамотно либо это когда ты чувствуешь что следующее повторение у тебя может не получить вот что значит в твоем понимание ну я бы наверное сместил потому что до отказа все-таки просто мои последние два подхода я сделаю с более высоким весом и грубо говоря тебя поранит это значит отказ или ты чувствуешь что следующим повторением тебя забаранит я знаю параллельфтеры избегают этого и люди многие не понимают что если тебя забаранило то ты рост силы раз и избегаешь пара и ты все-таки доходишь это умные поменяли как бы не бывает потому что она точно последнего что монстры как выначили я бороят не мне и баранин то что на мой по что я не одна то что мне нужно сделать последний подход как именно два раза я делаю после этого веса рассчитана как бы у меня никогда не бывает такого то чтобы я взял и не поднял сделать у меня всегда как все рассчитано на то, что последний подход, он очень тяжелый, но я должен сделать минимум на 2 раза. Не подход, а подход. Хорошо. Вот ты затронул тему стероидов, тогда я думаю тоже тебя спросить. Есть разница, что ты вот готовился, применяя кое-какие препараты, и вот то, что ты сейчас тренируешься от натурации полностью? Не чувствуешь? У тебя силовые показатели вот от этого не поменялись? Нет, я считаю. А восстановление? Нет? Нет, я считаю. То есть получается, что в армрестлинге можно спокойно тренироваться и достигать очень серьезных результатов, не применяя никакой препараты? Я считаю, да. Просто это будет медленнее. Если ты когда тренируешься под витаминочками, то ты как-то поднимаешь более высокие веса, но в тот же момент я не считаю то, что химия, особенно в армрестлинге, она тебя поднимает на какой-то другой уровень. Супергероем она тебя не делает? Нет. Я думаю, знаешь, химия тебя подведет на тот уровень, который все-таки твое тело тебе позволит. То есть оно в каких-то запредельных побед сразу не будет. И не бывало. Или на лапке других людей тоже как бы знают. Другой момент – гормон роста. Я считаю, когда гормон роста и химия в армрестлинге, то они тебя могут сделать за год-два чемпионом всего что-то заходить. То есть гормон роста в армрестлинге стоит на первом месте? Я думаю, да. Для связок, для суставов? На своем опыте я не знаю, но я знаю на опыт других людей, что многие, кто резко встали на какие-то первые и вторые места, у них повлияло сильно это применение гормона роста. Поэтому я считаю, когда кто-то знает, кто-то говорит химия, абургманты, я не считаю, что химия откуда-то абургманты. Я считаю, что гормон роста – это не особо… Волшебная филюля такая. Я бы назвал, что говорят, что стероиды нечестные. Я считаю, что гормон роста нечестный, а химия – это как бы… Все принимают химию, кто бы что ни говорил. Да. Значит, если я проиграю человека, который был на химии или нет, мне этого не обидно даже. Я просто… А если понимаешь, что он принимает гормон роста, то это уже немножечко. Хорошо. Но мы увидим, насколько прав ты или ошибался уже через два месяца. Я обязательно снимем об этом ролик. И вы увидите все выступления, все поединки, я уверен, Артем выложит у себя на канале. Тогда в заключение скажи, какие перед собой ты ставишь задачи на данный турнир? Стоит ли задача стать первым, порвать всех, просто разорвать? Ну, в голове абсолютная задача, сто процентов – это выиграть турнир. То есть, ну, задача. Если реалистично быть, я буду бороться в категории 80 кг. Когда мы с тобой снимали наше первое видео, я там еле как-либирал в категории 70 кг. То есть, категория не совсем моя, то есть, я в ней настолько давно, наверное, не боролся. То есть, это более новое, более тяжелый вес для меня. То есть, я изначально был более легкий спортсменом. На обе руки будешь, да? Нет, Арнольд, к сожалению, только правая рука. Поэтому мне особо интересно. Но я готовлюсь на обе руки, потому что через неделю после Арнольда у меня будет армфайт с парнем другого штата. Будет приезжать, чтобы бороться за такой ремень. То есть, пока что задача, конечно, охотно выиграть турнир. Но реалистично просто хотя бы выступить хорошо и показать хорошую больницу. То есть, уйти два поражения домой неохотно. То есть, пока что просто задача выиграть, а так посмотрим, что случится. Пока что, что я хочу, это выполнить программ. То есть, я никогда не занимался 6 дней подряд. И вот это точно мне интересно, да. И поэтому, кому это интересно, может, я снимаю каждую неделю влог. То есть, на каждую неделю сейчас выходит. На нем привлекает много внимания. Поэтому, если вам интересно следить за моей подготовкой, это показывает какие-то определенные моменты тренировок, еду. Буду показывать, кстати, еще восстановление и сгонку веса. Поэтому всем, кому это интересно, смотрите на мой канал. Ссылочка будет в описании. Ну что, Артем, мы пожелаем тебе удачи. И обязательно пишите ваши вопросы, что бы вы хотели увидеть. Мы будем снимать для вас. Пока.